Всем привет, ребята! Это Zombie Vegas. У нас вторая часть прохождения Battle Brothers. Играем в режиме хардкора, играем в режиме лонвольфа. Достаточно тяжелый режим, но я очень надеюсь, что мы сможем красивую игру показать и будет очень интересно. Итак, как вы помните, у нас небольшой отрядик. В принципе, есть перспективные бойцы, есть не очень перспективные. Такие, как, например, вот этот парень. Очень печальный парень. Я не знаю, что с него получится в этом мире, но я очень надеюсь, что он нам пригодится и сделает какую-то пользу. Ну, посмотрите, ну это просто прокачка, просто жесть какая-то. Решимость, хпшка и защита от дальнего боя. Такое, в общем, такое дело. Очень своеобразный герой. Вадим, наверное, точность прокачаем, чтобы он был такой более-менее точный герой заднего плана. И нам нужна задача. Вторая миссия, вторая сложность, но с другой стороны доставка груза. Норс-Ист. Давайте просим больше. И, в принципе, я думаю, что можно пойти. Доставка груза в том, что, в принципе, мы можем в любой момент остановиться, передумать и так далее. Так, куда нам нужно идти вообще, собственно? Ага, через пол карты. Окей. Главное быть очень бдительным. Сложность вторая, то есть, соответственно, скорее всего будут враги по дороге. Это, конечно, такая миссия ответственная. Так, паузу ставим. Давайте посмотрим, что у нас по оружию. Я, честно говоря, немножко подзабыл. У нас, ага, у нас, в принципе, все с мечками. И этот герой с копьем для защитной стойки. Хорошо. Нам бы еще лучников взять с собой, на самом деле, в партию. Что у нас по инкаму? У нас 46 крон в день, то есть, в принципе, более-менее хорошо еще все по еде тоже относительно. Нам не хватает реально еды. Все остальное, в принципе, в досадке, а вот еды не хватает. Потому что нужно будет докупить. Нужно будет докупить. Наконец-то мы доехали до этого города. Я не знаю, у нас с такой картой, конечно, очень тяжело играть. Посмотрите на эту карту. Ну, серьезно, вот. Просто дорог нету, вообще никакие дорог нету. То есть, чисто можно по угровам уехать. Отлично, мы получили немножко славы. И таким образом мы, я так понимаю, выполнили нашу задачу. Да, и, соответственно, мы немножко усилили свою репутацию. Так вот, мы встречаем компанию людей, которые прячутся от бандитов. У нас два варианта их выдать или сказать, что мы их не видели. Давайте не будем говорить, что выдали, что мы их видели. И заберем себе еще одного бойца в армию. У него меньше вижен, но милискил повышенный. Неклохо, в принципе. Что касается прокачки, то у него, в принципе, характеристики так себе. Ну, такой, посредственный боец для такой борьбы, не самой эффективной. Но все же более-менее неплох. Я думаю, что пока поставим его где-то с метчиком на заднем плане, чтобы чисто он был на подстраховочке. А здесь возьмем миссию, посмотрим, что за миссия. Так. А что у нас задача? Выгнать бандита. Миссия, скорее всего, не простая, но я думаю, что стоит брать. Так, а что у нас там? Норс. Это еще в горах, оказывается. Ну и миссии, посмотрите на это, это вообще что-то, что-то с чем-то, на самом деле. В общем, надеюсь, что там хотя бы какая-то партия докладно противников. По хорошему мне пока сложности первую можно брать, а не вторую. Что-то я так чисто уже пижонец немножко, потому что, мне кажется, у меня партия неплохая. Играть можно? Полная авантюра. Так, ну отлично, они вооружены слабенько, это самое главное в этом деле. Так, пропускаем ход, прячем. У нас пока лучников нету, поэтому на самом деле... Все, дело такое. Так, ну пока на самом деле можем просто F. Дело в том, что здесь у нас нет особой необходимости спешить в бою. Пусть подходит. Будем принимать удар. Самилия, здесь уже, кстати, можно нападать. Так, это у нас Готфрид. Я, честно говоря, забыл, как зовут нашего самого главного бойца. Рейнхард. Он выглядит вот-вот, наш самый главный боец. То есть нам нужно укреплять эту сторону, потому что здесь он справится спокойно просто. Очень спокойно. Давайте тогда поставим следующим образом. Поставим стену копии. И... Прокурить. Закончим ход. Так, ну здесь, я думаю, что без особых проблем все справятся. Этого чисто оставим сзади, пусть стоит. Отлично. Здесь, я думаю, что можно... Хотя, я думаю, давайте пропускать копии, сами нападают. Тут пропустим. Так, одного зарубили. Все, опускаем. Там шлем, наверное, видите, у нас задние бойцы, они очень слабенько одеты. Такие теплые, так сказать. Так, я смотрю, что к нашему копиющику никто не идет, поэтому придется самому раздать. Хитрые, посмотрите на это. Реально хитрые. Так, этого надо убивать, потому что, видите, у него явная слабость. И явная слабость этого парня. Так, ну здесь можно входить. Ничего себе, он удар бручного оружия заблокировал. Это серьезная заявочка. Блин, как враги избивают? Посмотрите на этот дэмэдж. Просто жесть. Вот это персонаж с тесаком поломал ему броню за два удара. Полностью. Целую. О многом говорит, на самом деле. Так, голову с плеч. Все хвосты немножко, потому что, да, и давить по морали. Наш новенький подошел. Сразу же принялась его удар. Блок атак, лучше так, чем если били этого. Так. Наша очередь. Уже задышка появилась. Наши герои. Блин, надо убить этого, потому что я очень переживаю за этого героя нашего. Все уже осталось. Вообще немножко. Вообще немножко осталось. Все, отлично. Не пытаюсь убежать. Получили за это урон. Заслуженный. И мы собрали немножко добра. Что-то говоря, у нас кида кончается, если не ошибаюсь, кида кончается. И я про это не позаботился, поэтому я не удивлюсь, если наши персонажи будут недовольны. Так, ну здесь на самом деле ничего выдающегося нету по вещам. 70 рубах. Неплохая на самом деле. У этих хуже. Давайте лучше оденем вот этим бойцам что-то получше. Вроде вот этого. Да, вот лучше вот этого здесь. У этих более-менее неплохо. Хотя стоп, какой неплохо. Посмотрите, какие доспехи серьезные у переднего ряда. Супер. Ну, на самом деле, с самого начала я просто до этого играл уже на более-менее, так сказать, прокачанной кампании. То есть там, где уже все более-менее одеты. И поэтому для меня непривычно, что здесь все так настолько плохо. Так, здесь я думаю, что вот так, вот так и вот так. Отлично. Все, кто вооружились более-менее, шапку еще можно надеть на кого-то, наверное, этого бойца. Это который... Который достаточно сильный, если не ошибаюсь. Не, сильный... А тут сильных сзади нет, я понял. Сильный только вот в переднем ряду. В переднем ряду реально сильные бойцы. Вот этот особенно, это вообще бомба. Просто бомба. Что, надеюсь, я их не потеряю. В общем, бы хотелось их сохранить. Для будущих миссий. Все время хочется храниться, на самом деле. Я вот раньше играл в режиме обычном, поэтому вылезь хранения. Все время манит. А здесь же нельзя ничего делать такого. Полный хардкор. Отлично. Получили денежек. Нехилую сумму. Можно теперь воспользоваться и купить себе добра. Наверное, можно немножко миска купить. Для этого дела. Так, ну это все, на самом деле, достаточно хламовые вещи. При том, что, в принципе-то, это можно использовать. Но, честно говоря, плохая задумка лучше. Лучше потратить деньги по-другому, скажем так. Так, у нас здесь все. Поэтому мы идем в другой город. Тут с городами, конечно, туго. Вон там есть какие-то вдали, но это реально очень далеко. Что вниз? Вниз более-менее еще. Давайте не сходим в разгон. Быстро-быстро-быстро. Так, ну по ремонту, я смотрю, всего два инструмента требуется. Реально, на самом деле, очень дешевая версия. В плане того, что очень дешево ремонт пояса. Так, что не от нас хотят? Восемь за 90. Защитить кладбище. Пум-пум-пум. Я-то, в принципе, не против. Только единственное, что у нас битые герои. А кладбище это означает, знаете что? Давайте подумаем. Надо немножко проверить, есть ли еще какие-то опции. Давайте сбегаем. Это город. Просто кладбище это реально может быть опасно. Тем более у нас тут герои побитые. С этой раны, да, минус жизни, минус выносливость. Плохая тема. Очень плохая. Что у нас здесь? Тоже в свой уровень. Посылка. Давайте возьмем. Волькенстейн. Ну, хорошо. Почему нет? Ух ты. Можно комбинации. Крафтись. Смотрите, у нас тут есть вещи. В принципе, мы уже пособрали вещей. Ну, пособрали денег. Поэтому. Поэтому. Я думаю, не лишним будет купить нам какое-то модирование. Более-менее. Потому что пока что все очень грустно. Минимо вооружить бойцов переднего фланга. Потому что они страдают очень сильно. А так не должно происходить. Если быть честно. Здесь шлема за тысячу. Хорошая. Ну, это, честно говоря, дороговато. Вот за 400 мне нравится. Соточка. Неплохо. Где вот этот вообще хороший? Сложно. Я думаю, вот эта покупка рациональная будет. И кроме нее еще вот можно доспехи купить. Например. Вот такие одни. 115 минус 12. 130 минус 14. Разница в цене достаточно капитальна. Давайте вот эту возьмем. 115. Потому что деньги нужны. Живые деньги очень важны в этой миссии. Игре. Потому что это все. Это любые проблемы решаются за деньги в этой игре. Так. 95. Ой. 210. Это вообще хороший шлем. 115. Ну что ж. В таком случае нужно этому одевать. Такой вот шлем. И такие вот доспехи. Наш самый перспективный боец. Поэтому без вариантов. 70. Ну так себе, конечно. Так себе, но лучше, чем ничего. Тут все, я смотрю. Один другого лучше. Ладно, наденем вот так. Передали все по старшинству. Хорошие вещи нам плохие поменяли. Отлично у нас этот боец покачался. Тае говоря. Я думаю, что, считывая, что он достаточно бесполезный, прокачаем мой опыт в надежде на то, что он прокачается быстро. Ну, конечно, в любом случае, я даже не знаю, что с него делать. Потому что реально плохой боец. Наш главный герой почти прокачался, но еще долго. Так, куда нам везти посылку? To the west. Стоп, где? А, вот, вот, я не пропустил. Отправляемся. Минус этих посылок в том, что бывает в посылке находится какой-нибудь нежисть. Ты тебе по пути предлагает открыть посылку. И если ты ее откроешь, то все может закончиться плохо. Какие-то бандиты, но они, я смотрю, что очень... Ой-ой-ой. У нас уже нет выбора. Я нападал на одну партию, напал, судя по всему, на две. Ага. Так, ну давайте разыгрывать тогда. Позиционно. Надеюсь, у них хотя бы лучников нету. Вроде бы нету. Но их больше... А, есть вообще. Может убежать всей партией. Может боюсь, что в этой бицей точно умрет пару героев. Я не хотел на такое количество нападать. Давайте реально убежим. Да. Надеюсь, что получится. На самом деле, я, по-моему, первый раз заступаю в этой игре. Но в этом режиме... У меня просто не остается вариантов. Просто реально, если потерять все войско и... Остаться ни с чем, это будет очень грустно. Ну, это было не эпично, конечно, но зато... Мы живы. Я бы их разделил. Реально, разделить бы их и я бы с удовольствием подрался. Но драться с ними всеми, это... Попащая задумка. О, вот. Пятерочка я бы с удовольствием поделюсь. У них можно очень хорошие доспехи найти. Их силы 5. А я вижу, что у них доспехи неплохие. То есть, они достаточно опасные потенциально. Но... По крайней мере, их даже меньше, чем у нас. Думаю, все равно, скорее всего, кого-то сейчас потрепают и убьют. Будет не очень приятно, но... Хотя бы надежда есть. Давайте здесь поставим такой... Ай. Блок не получается поставить. Пам-пам. Давайте встанем вот так вот. Я думал, в защитную стойку встанем просто. Вот тут встанем в защитную стойку такого рукплана. Если я смотрю, у него очень сильно понижено выносливо. То есть, он вообще бесполезный, по сути, будет. Конечно, неприятно. Здесь я смотрю, ребят на ротерсане оставил. Ну ладно, пусть дерутся. Естественный отбор, как говорится. Да, я смотрю, с ними не прокатывает этот вариант. С стеной копий. Они хитрые. Так. Смотрю, уже испытания наши ребята не проходят. А прочность. Так, ну там. У него отдача стоит. Что, я думаю, имеет смысл просто сейчас сойти вот сюда вот и... помочь тому герою. Так, этот будет отбиваться. Я думаю, не имеет смысла. Лучше этого. Так. Отлично. Босснули. Ну, у нас тоже, конечно, потери. Ожидаемая, можно сказать. Да, тут, конечно, то не бой, то и испытания, ищу то. Надо убить хотя бы одного. Отлично. Можно по морали ударить. Так, защитная стойка. Тут, в принципе, нету стойки, так что можно драться. Хорошо. Давайте копийщика блокировать. Вернее, как блокировать. Мы его особо не заблокируем, просто что. Да, это живой, ведь у него копийщика слабенько пробивает по броне. Так. Надо подумать, как лучше сделать. Ну, конечно, можем его оттолкнуть в ту сторону, но с другой стороны он может напасть на этого героя, что он не хотелось бы. Мне не нравится, на самом деле, вот этот герой, потому что мы его сейчас не можем. Толком бить, давайте его откинем. А минус, конечно, мечиков, то, что они по броне очень слабенько бьют. И на самом деле, герой, видите, он не самый эффективный в плане характеристик, но на деле очень неплохо работает. Так, мы можем здесь убивать. Очень нужно. Позарез просто. Все, мы потеряли его, по сути. Можно было его везти, пытаться, но я решил, что уже можно пожертвовать одним бойцом. Ну, как одним, вот этот тоже умрет, я думаю. Так, ну, я думаю, что игра требует серьезных решений. О, есть же, отлично. Поморали, ударили. Хорошо. Вообще супер. Ну, тут не так супер, конечно. О, 100 можно спасти бойца нашего. Начинает с 2 на 2 махач. Ну, здесь, конечно, беда вариантов, они не смогут нас победить. У нас пробовал, что я скончил. Да ладно. Надо рисковать уже, что делать. Отлично. Убили хотя бы этого. Он убежал. Используем передышку. Все, остался клатч, один на один. Не, я не буду их спать. Серьезно? Слушай, я не думал, что это станет 2 на 2, но... Это случилось. Зарвула. Нажився на смерть. Фуууу. Да, потеряли мы бойцов. На самом деле, могли обойтись без этого, но, видите... Я отписался в опасную передрягу. Конечно, мы неплохо подняли, я думаю, по... Улуту. Но, с другой стороны, мы потеряли бойцов, которые у нас уже хоть немножко до прокачались. Одного, так точно, хорошего потеряли. Нет, драться дальше мы точно не будем. Дорога в один конец. Так, я смотрю, у нас какая-то дикая идея поехать через всю карту нашего отряда, судя по всему. Нам нужно пополнить отряд немножко. Так, мы можем либо собирать на стяг, на флаг наш, либо можем разграбить какой-то кэмп противника, либо собрать 12 бойцов. Я думаю, что собрать 2000 золота наиболее реальное и досягаемая цель в дальнейшем будущем. А здесь, честно говоря, я хочу действительно хоть ибо одного лучника, потому что без лучника нам тяжко. Так, это бывший боец уличный. Я думаю, что сейчас нам нужно мясо какое-то, поэтому остается только одно. Но нет, троих рандомно и попытаться, и понадеяться на то, что они скажут с нормальными бойцами. Смотрим. Так, этот парень ветеран боя, боев, поэтому ему нужно какие-то резервы. Так, что у этого? Ну, это, в принципе, хорошие характеристики. Ничего плохого, по крайней мере, нету. Ему можно дать вот это вот вооружение. Такое. Молодого бойца. Поставим его здесь. Хорошо, у этого что? Меньше уверенности. Никогда не будет уверен. И двойной вклад. В принципе, демаж высокий. Высокий демаж это хороший задел для оружия, которое пробивает броню. Например, вот можно какое-то копье ему дать. Копье бьет через клетку? Бьет. То есть можно вот ставить его здесь, он будет бить. Ну и какую-то броню. Что-ли. Что с этим? О, классно. Получается, он неубиваемый. То есть, если его, грубо говоря, не казнили, не убили с рубом головы, то 90% шансов, что он выживет. Смерть. Хороший боец для переднего ряда. Такие бойцы нам нужны. Наденем его соответствующе. Чтобы ему допутать, я не знаю. Можно было уфрин спитать такой вот. Я думаю, что зайдет хорошо. Давайте дадим. Реально, почему нет. И вот у меня получается такая вот армия небольшая. Все небольшая. Да. Ну пока опций нету особо. Все, давайте дадим какой-то окрызок меча остался. Давайте фальшивым дадим хотя бы. 35-45. Лучше даже топорик, я думаю. Топорик лучше зайдет. И несем груз. Слава верится, что быстрее вот сюда, чем вот так вот напрямую. Но ладно. Игра лучше знает. Эти механики мне неизвестны. И как они работают тоже. Ну 440, конечно, не очень хорошая награда. Но, учитывая, что бывало и хуже, то почему нет? На самом-то деле. Так, у нас здесь, кстати говоря, давайте посмотрим, что у нас наши юниты умеют. Потому что, возможно, кто-то из них будущий лучник. Вот, есть какой-то подающий надежды лучник. Вот. Ну, конечно, базовый скилл достаточно нубский. Но, судя по всему, качаться будет хорошо. Так что, возможно, если он пойдет далеко, то, может быть, и пригодится нам еще. Нам бы стрелку пить, на самом деле. Вот они. Стрелку пили. И давайте еще наймем кого-то. Тун-тун-тун. Я думаю, что, может быть, протестить их все-таки. Купать дороговато получается. К сожалению, лучников будущих нет. Есть бывший шахтер. Это, в принципе, хороший боец, скорее всего. Давайте купим его. У него, как минимум, неплохое оружие в руках. То есть, задел есть хороший. Так, у него... Он тяжелее двигается по локациям. Ой, он плохой оказался. Домашь увеличенный, конечно, но... Это не сильно компенсирует то, что у него не очень хорошие характеристики. Да ладно. Кирка вообще никакая. Да. Вооруженный, конечно, от души. Ну, ладно, давайте хальмара поставим здесь. Обидно просто, что он стоил денег неплохих. Ох, с него лучник получится. Слушайте, так зачем... Почему мне не поставить его сюда? Какая-то у меня такая странная формация пока что получается. Я думаю, что и как-то вот так поставим. Это его запас. Да, вот так вот. И поехали на миссию, я думаю. Почему нет? Много платят. Я как бы подумаю формально, но по сути я не подумаю. Скорее всего, надо сливаться с этой миссией, потому что... Это задело на то, что у нас большая партия. У нас, ну, относительно большая партия. Но у нас два бойца вообще не вооружены. Остальные все первого уровня, поэтому шансов до счастья пройти достаточно много. Так. Здесь мне комменты по нормальной цене. Да и немножко можно прикупить инструменты. Ой, переставался немного, конечно. Ну, да ладно. В принципе, я думаю, мы успеем вложиться. По времени у нас, в принципе, там такой расход. 47 в день, то есть нам на 5 дней хватает. Так, за 5 дней точно что-то сделаем. Так, это задание благородного дома. То есть мы здесь точно ничего пока не возьмем. Благородный дом, чтобы он дал здание, нужно прокачаться нехило. Пока мы далеки от этого состояния, поэтому... Увы, увы. Окей, интересно, смотрите. Это которая... Которая без оружия вообще. Ну, как бы... Сколько там? Один бронячий, остальные все слабенькие. На самом деле, для прокачки такие понадобятся бойцы. Имеет смысл подраться. Конечно, эта прокачка будет стоить денег, потому что сейчас кто-то умрет по-вому. Но, что поделать. Мы можем, на самом деле, занять гору, я думаю. Я не думаю, что они будут достаточно хитры, чтобы... Ну да, они... Могут, конечно, успеть впервые меня, но... Ряд ли. Да, они сейчас будут стоять под горой просто. Так, что мы сделаем? Давайте... Подойдем. Сразу же начнем. Врубил его. Пам-пам-пам. Не, нам нужно два выстрела. Поэтому лучше... Какие-то вот такие шальные выстрелы делать. Скорее говоря, мы достаем. Можем этого сразу же ударить. Дело в том, что он на горе стоит, поэтому у него, в принципе, задел на то, что он... Будет неплохо бить. Попробуем воспользоваться преимуществом с горы. Конечно, каждый раз, когда вот такое происходит, я немножко напрягаюсь. Потому что, видите, у него... Его окружили соперники. Даже несмотря на то, что они слабые, я все равно страшно. Потому что если он умрет, сами понимаете. Да, здесь я, к сожалению, еще не вооружил оружием другим, поэтому остается только пропускать ход. Надеяться на то, что он переживет. Вот это он, мясной совершенно. Пробуем отойти. Отлично. Давайте максимально отойдем, чтобы нас не догнали. А здесь, на самом деле, я думаю, имеет смысл добить этого. Добить не получилось, но, в принципе, мы его очень сильно потрепали. Хорошо. Отлично. Какая-то дикая погоня за моим мучником. У него, видите, уже низкая мораль. То есть, в принципе, он скоро начал отбегать, скорее всего. Это я, конечно, не везучий в этой ситуации. Так, это притягивание. Нам нужно этого убивать, пытаться каким-то чудом. На самом деле, мы можем его просто стоять. Он меня не убил, но я решил рискнуть. Ладно, остается надеяться на лучшее. Так, уже там пошли бойцы умирать. Хо-хо-хо, своего убил. Так, я думал, что от этого уводим просто. Так, тут надо надеяться на то, что... Нормально лучше катагония. А, они сами убегают, я понял. Блокируем его отступление. Так, вот тебе, парень. Что я скажу? Конечно, было бы лучше. Но, в принципе, мы справляемся потихонечку. Да все, парень. Конец тебе настал. Забрали обратно свой лук. Нашего молодого, неопытного бойца. Ну, что ж. Там, там, бежали. По-моему, в эту сторону, да? Если не ошибаюсь. В эту, в эту. По прокачке, к сожалению, никто не прокачался пока. Жалко, на самом деле. Так, ну, первую вот сложность почти всегда можно делать, потому что там задачи очень легкие. Заходится на кого-то, а, скорее всего, какого-то существа бегает по округе. Тут цены достаточно дорогие. Выкупать особо нечего. Ладно, что еды немножко купить. Так, что же охотится в округе. Проанализируем. Здесь самая обычная, на самом деле, не страшная армия. О, у нас, наконец-то, вышел из лазарета наш боец. Так, что с этим? Слабенький, слабенько будет драться. Это, в принципе, может. Что я скажу? Этот боец, конечно, не самый сильный, но я его ценю, поэтому я думаю, что нужно его спрятать пока на время. А здесь нападаем тем, что у нас есть. Я так понимаю, все первые уровни, поэтому в ловальном плане угрозы особо не представляют. Так. Ну. Давайте, наверное, в стойку встанем. Закончим вход. Выйдем. Встанем в другую стойку. И здесь. Встанем вот так вот. Они испугались. Конечно, страшно, я согласен. Но над этим сначала подойди немножко. Меня поражает точность, конечно, этих героев. Местами. Почему у него падает мораль? Он же наш начальник. Я не понимаю. Точнее, как это происходит, я понимаю, но я не могу это объяснить здраво в плане игры. Как это может быть? Это невозможно просто. Так. Ой, изучаем. Уход. Бой, бейл. Легкая сдача, оно и видно, что первый уровень. То есть тут без вариантов. Попади-то уже. Что-то наш главный герой просто всех убивает. Не, не всех. Обманул. Не говоря, нашли даже вещи. Они, конечно, дорого не продадутся, но где-то голоды 90 мы сможем срубить. Возвращаемся. В городах после того, как ты их спасаешь, на самом деле обычно неплохие цены, поэтому всегда имеет смысл зайти посмотреть. Во-первых, лук дешевый есть. Но лук дешевый это такое дело, на самом деле, на любителя. И, кроме того, у нас лук и так есть. Уже никуда его одевать, на самом деле. Давайте чертим, что это за герой. Имеет 10% шанс. Ага. То есть, грубо говоря, если атака вычисляется по китанию кубика, то у этого героя 10% шансов, что если его будут атаковать с соперник, то нужно будет два броска кубика, чтобы совпало, чтобы по ним попали. В принципе, нормальная штука. Как для милишника. Денег, конечно, на пресс будет. Хотя вот раз хватает. У нас они дешевые. Так, смотрим. У него еще увеличенный демо, что-то говоря, очень... Какой адекватный боец. И хп высокая. И атака, в принципе, стартовая неплохая. То есть, подающая надежда, скажем так, по крайней мере. Так, раз мы подающая надежда, то что мы сделаем? Конечно же, мы кого-то разденем ради него. 20-10. Ну да. Серьезный боец у нас будет. У нас бесконечно какое-то переодевание. Делим моды в Патл Братас. Так. Что у нас? Это очень хороший, потенциальный. Давайте обратим эту вещь. А здесь... Да, у Луки, видите, у него бустится очень хорошо. Давайте, кстати, положим в руку хоть какое-то оружие ближнебойное. Вот у меня эту кирку можно... Неплохо броню пробивает, хотя бы уже неплохо. Это не он. Стоп. А, он же не лучник еще, потому что... Хорошо, здесь тоже я скилл качаю, потому что надо попадать постоянно. Тоже, кстати, лучник неплохой. То есть... Можно сказать, что боец неплохой. ХП, кстати, много. Тоже немаловажно. Что очень даже немаловажно. То есть давайте еще, наверное, прокачаем... Итак, давайте, наверное, качать решимость. Дальний бой и выносливость. Думаю, это лучший, наверное, склад для лучника. Вещий, конечно, топчик. Давайте вот так, наверное, положим. И смотрите, Гунтра. Это кто у нас? Это новенький, который. Давайте экспо. Пусть качается быстрее. Так, Рейнхард. Я же прокачался, но пока я не знаю, как лучше поступить, поэтому... Пока отложим этот вопрос на потом. Отправляемся еще в другой город. На самом деле такая ситуация спорная. С одной стороны отряд вырос, что хорошо. С другой стороны... Ну... Не так сказать, что у нас актив хороший. У нас достаточно маленькие активы. О, большой город, с тобой говоря. В большом городе можно все продать за хорошую цену, плюс-минус. Так, лук продавать не будем. Те говоря, почему у нас до сих пор нет лучника второго? Я, конечно, согласен, что второй лучник это пропащая идея. В принципе. С другой стороны... От того, что он со своими 44 хп будет кого-то бить в руку пашку, тоже не лучший вариант. Ладно, пока оставляем. Я, конечно, можно еще арбалетчиками сделать. Но арбалетчики, конечно, такие своеобразные ребята. Потому что они имеют всего один выстрел. И, честно говоря, получается обычно это не очень эффективно. Поэтому... Поэтому... Поэтому, поэтому... Так... Я думал, что еще немножечко... Так, стоп, 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 стоп. Ой, это опасно. Я бы с этим подрался, может быть. Это тоже бронячая. Не. Как? Опять надо убирать. Не, ну их девять, конечно. В принципе, они одеты не слишком сильно. Можно и подраться. Блин, ну от обитки умрут все почти. Ну ладно. Что уж там. В принципе, там почти все в лохмоте. Поэтому шансы, что мы их убьем, очень даже хорошие. А давайте только выберем кого-то, кто рашенет лучников. Потому что, как видите... Ух ты, у него... У него неплохие статистики, на самом деле. Хратистики. Ладно, давайте тогда пытаемся им фангануть. Так, здесь я думаю, нападать сразу же, потому что... Ты с нападения кашей не сваришь. Так, это пропускаем. Так, здесь надо отойти. Немножко. Ладно, пробрали бить, потому что... Воу. Это сильно было. Это было сильно, реально. Так, первые два бойца уже умерли. Это приятно. Я всегда боюсь этих прицельных выстрелов, потому что они абсолютно хаотичны. В общем, обычно по нам попадают эти выстрелы почти никогда. Точнее, всегда. А вот по противнику наоборот. Так, не-не-не. Думаю, может... Не, надо помочь все-таки. Все мы... Притем мы можем оба не убить лучников. Сейчас объективно нужно помогать. Прячемся. И стреляем. Не, она не умирает вообще на ура, если бы честно. Это вообще без замечаний. Бедный лучник. Ничего себе, он убегая, еще умудрился. Давайте кирочкой его увольнем розык. Почему? Армора ломает? Армора-то нету. Кто ему ломает, в принципе? Кто серьезно заявка, если честно? Так. Это... Вот этот боец какой-то нереальный. С лучниками их... С лучника уводим. Плохо закончат. Да, вот то, что уводим. Даже не прорвешься нормально. Так, потихонечку подкатываемся к ним. А, тут еще один есть, я забыл про него. А, он уже удирает. Ну, ничего-ничего. Этого, по крайней мере, поймаем. Хитрые, блин, нападают, потом начинается вот так. Капуляция на тему. Так. Мне нравится, что у копья очень высокая точность. Он попадает вообще всегда. Но с другой стороны... Я смотрю, он даже не уверен, что хочет убегать. Давайте пытаемся догнать. Потому что кажется, что можно примазаться к нему. Как примазаться. Догнать и убить, если быть честным. Ладно, я чувствую, что он бежит все равно, поэтому... Теперь опускаем хода. Все. Отлично. Я качнулся кто еще из моих. Это, по-моему, моя правая рука. Что неплохо, на самом деле. Да, ребят, на самом деле, в этом выпуске мы просто бегали, воевали, пытались как-то выжить. У нас что-то более-менее получилось. Здесь, конечно, еще один отряд, с которым можно подраться. Но, честно говоря, не очень хотелось бы. Но после этого давайте еще качнемся. Здесь у нас бойца, видите, тоже мы его качали через опыт, поэтому он быстро качается. Уже пятый уровень. Пятый уровень, это хорошо. Это высокий уровень. Реально высокий. Так, ладно, я думаю, что качнемся уже в следующем выпуске. Потому что здесь надо еще подумать, что качать. Тем более, все еще походственные. Ну, в общем, надо подумать, да. Так что, большое спасибо всем, кто смотрел. И не забывайте ставить лайк, если вам понравилось. Всем пока.